Терроризм – угроза обществу. Плакаты и стенды с содержанием такого характера должны быть везде, где находятся и работают люди. Сообщили на обучение, проводимое в Белгороднестровском городском совете с начальниками штабов по гражданской защите населения. Некоторым организациям указали на существующие нарушения и недоработки. Так, подвальные помещения, которые могут служить бомбоубежищами, не везде перевели в порядок. Например, нет освещения, отсутствуют указатели. Руководителям лечебных заведений напомнили о приведении мест укрытия до состояния, когда в них возможно оказывать медпомощь. Рассказали и о том, что в Белгороде-Днестровском участились случаи обнаружения неизвестных предметов. На территории параметряда был обнаружен предмет. Также такой случай был обнаружение неизвестного предмета, ничейного, в здании РЭС. Согласно указанию Министерства внутренних дел от 2015 года под названием «Примерное положение о формировании гражданской защиты», а также на основании постановления Кабмина. На предприятиях и других субъектах хозяйственной деятельности с численностью персонала более 50 человек должны быть организованы формирование гражданской обороны. Набираются в них люди на добровольной основе. Возрастом от 18 до 60 лет. Причем женщины принимаются до 55 лет. Исключения составляют беременные и матери малышей до 8 лет, инвалиды 1-2 группы и лица, входящие в состав профессиональных аварийно-спасательных служб. Так, в Белгороде-Днестровском уже составлены списки предприятий и организаций, таких как РЭС, Водоканал, ЖЭО, Газовое хозяйство, Гемопласт, АТП-15107, Завода Тира и Поляныця, Порт и другие, с указанием количества людей и спецтехники, которые войдут в состав формирований. ЖЭО-1. Ритуальная группа 15 человек. А время ремонт на ланка 15 человек. Санитарный пост 8 человек. Отделение пожарного гостиния 4 человека. Всего 42 и 2 единицы техники. Белгороди-Днестровский РЭС. Формирование гражданской обороны должны быть созданы в Белгороде-Днестровском уже летом текущего года. Общаясь с начальниками штабов, руководитель управления указал, что планы реагирования необходимо составлять реальные. Серьезно следует относиться и к занятиям с персоналом по гражданской обороне, пожарной безопасности.